Социальный вектор в направлении молодежи совсем недавно неожиданно подхватила и отрасль культуры. Толчок к этому инициировал глава государства. В этом году знаменательное произошло событие. Было бюджетное послание президента федеральному собранию. Были трансляции открытой линии нашего президента Владимира Владимировича Путина, где он указал на необходимость обеспечить доступность к социальным благам, в том числе и для молодежи, именно в доступ к свободной библиотеке, в различные культурные заведения, причем за счет государства. Буквально в августе был запущен проект «Пушкинская карта» при поддержке правительства Российской Федерации, в рамках которого можно выпустить специальную пушкинскую карту для студентов, она бесплатна. Она доступна для граждан с 14 до 22 лет. И на эту карту, именно на эту карту зачисляются денежные средства из бюджета Российской Федерации, для того, чтобы студенты могли, скажем так, льготно посещать некий перечень учреждений культуры. Это музеи, это театры, это выставки и так далее, и так далее. На сайте проекта можно посмотреть перечень этих учреждений, а карту можно выпустить через портал Бусустуму. На ней до конца этого года будет лимит в 3000 рублей, а уже в 2022 году 5000 рублей. Их нельзя будет снять или потратить, например, на покупку одежды, ею можно будет расплатиться только за билет в театр, на выставку, музей или на концерт. В Ярославской области к системе подключилось уже 15 учреждений культуры, в целом по стране 1300. Чем хорош проект Пушкинская карта? Тем, что впервые вот этот взрослеющий человек получает возможность выбора. То есть он выбирает, не его ведут, да, вот это замечательно, я поведу тебя в музей. Нет, выбирает он. Выбирает учреждения, выбирает мероприятия, выбирает условно и стоимость, потому что на его карту, причем эта карта личная, персональная, на эту карту будут положены 3000 рублей. Сумма, в общем-то, приличная по нашим временам. В перспективе предполагается еще большая сумма, это 5000 рублей 22-й год и 23-й тоже 5000. Планируется, что уже в этом году запланированные ярославскими учреждениями культуры мероприятия по Пушкинской карте посетят несколько тысяч человек. Среди студентов этот проект уже находит отклик. Я люблю ходить по всяким выставкам, музеям, театрам. Для меня это было очень важно, то есть сейчас это достаточно дорогое удовольствие, и поэтому для меня это было приятным сюрпризом, что будет выпущена подобная карта. Сначала, конечно, были такие эмоции, что бесплатный сыр бывает только в мусоровке, но когда вот уже увидела эту карту, что на нее действительно можно покупать, и эти билеты работают, что это не обман, была приятно удивлена. Сегодня студент волен выбирать те услуги, которые ему предоставляет тот или иной банк. Кэшбэк, возможность пройти инвестиционные курсы, бонусы спасибо, проценты на отложенные в копилку деньги и многое другое. Банки сегодня, как принято говорить, клиентоориентированные. И для категории от 14 до 22 лет тоже есть предложения, которые быстро становятся интересными, потому что идут в ногу со временем. В отдельных случаях это целые банковские экосистемы, сервисами которых можно пользоваться на выгодных условиях с различными скидками. Онлайн-кинотеатр, сервис доставки продуктов питания, сервис по доставке товаров первой необходимости, также заказ готовых блюд, сервисы заказа такси и пользование именно по сервисам музыки и по облачным хранилищам файлов. Сейчас запущен проект «Другое дело». Это новая платформа, на которой пользователи выполняют задания и получают за это баллы. В дальнейшем свои баллы он уже обменивает на бонусы и сможет их использовать на сервисы. Это онлайн-сервисы, это образовательные программы, стажировки и так далее. Особняком сегодня держатся программы студенческой или академической мобильности, которые связаны с возможностью студентов обучения за рубежом. Они стали основоположниками так называемых международных студенческих карт. Это карты, которые позволяют иметь повышенные кэшбэки на очень большое количество товаров, услуг именно для студентов, которые обучаются на очной форме за рубежом. Карта выпускается и она принимается в 125 странах мира. В Российской Федерации есть банки, ведущие, которые приступили к выпуску этих карт. Последние три года активно такой услугой студенчества пользуются. И я думаю, что за этими картами действительно сегодня будущее. И они действительно обеспечат реальную мобильность студентов. Этот пластик в России используется не так часто, но в Европе это лучший друг студента – карта ICIC. Карта выпускается всемирной организацией ICIC Association под эгидой ЮНЕСКО и используется уже более 60 лет. ICIC может оформить студент высшего или среднего учебного заведения до 26 лет. Для этого понадобятся лишь цветная фотография, паспорт, подтверждение об обучении и заполненная анкета для предоставления карты. С этой картой студент имеет право на скидки в кафе и ресторанах, музеях, электронных магазинах, различных интернет-ресурсах. Также студент может выгодно ее использовать во время путешествий. Скидка будет предоставляться на авиаперелеты, автобусный и железнодорожный транспорт, паромы и аренду автомобилей. Полный перечень скидок можно найти на сайте ICIC.CZ. Карта выдается некоммерческой членской ассоциацией Международной студенческой туристической конфедерации. По ее данным, с начала 1960-х годов было выдано почти 46 миллионов карт. Кстати, в России оформление карты стоит порядка 600 рублей или 800 рублей для ICIC-БСК. Пластиковые и виртуальные, дебетовые и кредитные, социальные, множество карт, множество привилегий, большой выбор, ориентироваться в котором очень важно, если вы, конечно, хотите сэкономить.